И снова привет, любимый зритель канала Правильный Выбор! В этом выпуске я собрал для тебя рейтинг лучших моделей смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей. На первое место моего рейтинга становится представитель марки Redmi. Нас с тобой встречает большой приветливый дисплей размером 6,67 дюймов. Матрица в нем установлена типа AMOLED, яркая и очень контрастная за счет высокого разрешения в 1080 на 2400 еще и детализированная. Максимально поддерживаемая частота обновления составляет 120 Гц, но система достаточно умна, чтобы автоматически понижать его при необходимости для экономии батареи до 60 или 90 Гц. Более 4000 уровней яркости помогут тонко настроить изображение таким образом, чтобы оно было комфортным для зрения. Все вычисления на себя берет не так давно вышедший процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1. Поддерживает работу в сетях 5G. Внутри стоит 8 ядер, два из которых производительные, а все остальные энергоэффективные. Что оперативная память на 8 гигабайт, что встроенная на 128 тоже современного типа и обеспечивает достойную скорость обмена данными. Суммарно вся система неплохо показывает себя в тестах синтетики. Например, в Antutu смело набирает более 400 тысяч очков. Батарея здесь установлена традиционная на 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью в 33 Вт. Главная камера разбита на три модуля с разрешением в 48, 8 и 2 Мп. Два младших модуля это ультраширокоугольный объектив и макро. В общем, эта модель представляет из себя очень сбалансированный смартфон без изысков и перекосов в какую-либо сторону. Универсален и подойдет абсолютно всем. Обойдется эта модель примерно в 17 тысяч рублей. Если найдешь смартфон себе по душе во время просмотра, то сразу же беги в описании. Там будут все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Туда же я положил промокод для тебя. Второе место рейтинга занимает смартфон от марки Poco. Производитель называет дисплей AMOLED, который они установили в эту модель, таким как надо. И действительно он весьма неплох. Яркая контрастная матрица, большой размер в 6,67 дюйма и комфортное разрешение. А еще поддерживается частота обновления экрана в 120 Гц. Также разработчики акцентируют наше с тобой внимание на том, что тачскрин имеет повышенную точность касания за счет сверхвысокого разрешения сенсора экрана. Батарею сюда установили на 5000 мАч, но это не сильно сказалось на толщине корпуса. Она тут всего 8 мм. Быстрая зарядка тоже поддерживается. Мозговым центром выступает Qualcomm Snapdragon 695 5G. Обладает достаточно неплохой производительностью и вместе с современной оперативной встроенной памятью набирает около 400 тысяч очков в тесте Antutu. Камеры установлены точно такие же, как и в предыдущей модели. В основной есть три модуля с матрицами 48, 8 и 2 мегапикселя. Можно создавать самые разнокалиберные фотографии. Эта модель тоже неплохо сбалансирована по своей цене, мощности и возможностям и может составить конкуренцию предыдущей. А стоит этот смартфон около 20 тысяч рублей. Обязательно подпишись на канал Правильный Выбор, чтобы всегда самым первым узнавать об актуальных новинках товаров из самых разных категорий. Ну и конечно поддержи меня своим лайком и душевным комментарием. Третье место рейтинга досталось смартфону от марки Realme. Сразу же на себя внимание обращает довольно мощный для этого ценового сегмента процессор Mediatek Helio G99. В его арсенале два высокопроизводительных ядра и шесть энергоэффективных. Оперативная память и встроенная использованы современного типа. И как и пара предыдущих моделей суммарно, эта система тоже набирает около 400 тысяч очков в Antutu. Кроме того, при необходимости оперативная память может занять к уже имеющимся своим 8 гигабайтам еще 8 встроенной. Дисплей приятный, хотя и не такой большой, размером в 6,4 дюйма. Но матрица тоже AMOLED и с разрешением 1080 на 2400. Поддерживается частота обновления в 90 Гц. Основная камера представлена двумя модулями на 52 Мп. Батарея классическая на 5000 мАч. Эту модель нельзя назвать выдающейся, это просто еще один смартфон с равномерно сбалансированными характеристиками относительно своей цены. Универсален и подойдет практически любому пользователю, а стоит он около 17 тысяч рублей. Четвертое место достается представителю марки Oppo. Сходу смотрим с тобой на батарею и удивляемся очень мощной быстрой зарядки на 67 Вт. Хотя емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. В итоге его можно полностью взбодрить примерно за 45 минут. Отличный результат. Также разработчики неплохо постарались над дизайном. Задняя панель выглядит привлекательно и ярко. Дисплей на 6,43 дюйма с яркой контрастной матрицей AMOLED. Разрешение комфортное 1080 на 2400. Вычислительные мощности в этом смартфоне обеспечивает чип Qualcomm Snapdragon 684G. Вполне достойный середнячок для этого уровня аппаратов. Для создания фотоснимков предусмотрены пара модулей основной камеры с разрешением в 52 мегапикселя. Фронтальная попроще имеет матрицу на 8 мегапикселей, а стоит этот смартфон около 19 тысяч рублей. Пятое место занимает представитель марки Huawei. Взгляд цепляется за просто огромный экран размером почти в 7 дюймов. Его разрешение составляет 1080 на 2376. И задействована здесь матрица типа IPS с частотой обновления в 90 Гц. Кроме того, сенсор поддерживает довольно высокую частоту дискретизации в 270 Гц. А еще достаточно необычно выглядит батарея с огромной емкостью в 7000 мАч. Аудиосистему, которая в этой модели состоит из двух динамиков, производитель называет иммерсивной. Она умеет излучать звук на громкости до 300%. Блок с камерами на задней панели корпуса оформлен в виде стильного круга. Основной модуль здесь имеет разрешение в 50 мегапикселей, фронтальная же оснащена матрицей в 8. Имеется возможность создания видео попеременно то с одной, то с другой камеры, не останавливая при этом процесс записи. Такой вот интересный смартфон, который обойдется примерно в 20 тысяч рублей. На шестое место у нас с тобой становится модель Atonor. Основной акцент в смартфоне разработчики сделали на основной камере, установив в нее 4 модуля на 48, 5, 2 и 2 мегапикселя. Дополнительные модули это ультраширокоугольная камера, макрообъектив и датчик глубины. То есть простор разнообразия для создания практически любых видов фотоснимков имеется. Экран ничем особо не привлекателен, имеет размер в 6,74 дюйма при довольно скромном разрешении в 720 на 1600. Матрица задействована типа IPS. Оперативной памяти установлено 4 гигабайта, а встроенной выделили 128. Все немного омрачает тот факт, что она старого типа EMMC 5.1. За все вычисления в системе отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 684G. Довольно бюджетный чип с не самым высоким уровнем производительности, как раз для подобных устройств. Обойдется этот смартфон примерно в 19 тысяч рублей. Ну и напоследок у нас с тобой немного интересной экзотики от марки Blackview. Это один из самых компактных смартфонов не только в рейтинге, но и вообще. Его экран имеет размер всего лишь в 4,3 дюйма, а разрешение при этом составляет 540 на 1200. Кроме того, смартфон защищен по стандарту IP68, а это означает, что в него не попадет не только пыль, но еще и вода, поэтому он умеет нырять на глубину до полутора метров. И в течение получаса с ним ничего не случится. Разработчики уверяют, что он также выдерживает падение на бетон. Корпус действительно защищенный и прорезиненный с алюминиевыми вставками. Внутренности у него установлены тоже достаточно привлекательные. Отличный для своего сегмента процессор Mediatek Helio G99. 8 гигабайт современной оперативной памяти и 256 встроенной типа UFS 2.1. Вся система выдает около 400 тысяч очков в Antutu. Редкие защищенные смартфоны могут похвастать с такой производительностью. Батарея выглядит не сильно емкой со своими 3880 мАч. Тем не менее, часов 6-7 непрерывного просмотра видео выдерживает. Кроме того, аккумулятор здесь какого-то хитрого твердотельного типа, который способен выдерживать температуру до минус 40 градусов по Цельсию. Основная камера на 48 мегапикселей, фронтальная на 16. В общем, достаточно интересная специфическая модель, которая обойдется примерно в 19 тысяч рублей. Если нашел интересный для себя смартфон, сходи в описании, там есть все ссылки и промокод для тебя. Подпишись на канал Правильный Выбор и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас пока приходи на следующий выпуск!